здравствуйте дорогие подписчики и гости канала мои любимые девочки я вас всех приветствую мои хорошие ну что слетаемся собираемся на очередной онлайн расклад и тема сегодня будет называться нужны ли вы ему давайте будем смотреть эту тему но вы нужны ли вы ему для начала для начала давайте посмотрим где он и чем он занимается давайте посмотрим вас тоже чем вы занимаетесь дома 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 дом семья стабильность вот что сейчас очень важно для этого человека держаться остаться на поверхности не упасть не спуститься вниз до держать все пока он под контролем особенно близкие родные дом имущество положение мужчина сейчас будет как-то двигаться вперед к работе работать ему надо понимаете работать надо уже не может без средств жить не может ему средства нужны он как-то к этой стабильной стабильности к этой знаете стремится всегда стабильности удержать то что он должен удержать боится потерь возможно сейчас повышение будет у кого-то из мужчин ваших будет повышение может быть по работе может быть по карьере может быть создавать что-то сейчас будет типа виде бизнеса или какого-то открытие какого-то дела пойдет все хорошо вот если он сейчас уже что-то открывает а такое может быть у кого-то это сейчас прямо вы знаете ему прям прям вот прям как дорожка вы сделано в рай да он прям дорожку себе монетную выстилает у него сейчас просто вот ему нужно открывать бизнес если он думает хочет я думаю что у него получится может быть сейчас какое-то дело какие-то союзники да какие-то люди сейчас к нему будут как его тянуться для того что вместе что-то общее открыть или какое-то дело раскрутить все получится принципе неплохо хорошо семья его поддерживает есть на что жить есть на что есть вернее что есть да и стабильно пока все стабильно вот если вы меньше спросите где он скорее всего ну или у родителей или у родственников или со своей семьей но где-то не не там где этажки а там где за городом где дома одноэтажные дома понимаете он там там люди какие-то вот знаете которые живут вот как село деревня как на чужби ни одна на долине какой то есть а вот где-то далеко там где есть природа там где есть чистый воздух там где есть здоровая полезная еда может быть там где есть лошади или что-то с лошадьми связано да там где его знают там где ему вот эта земля ему близкая понимаете это место ему близкая что у вас а у вас в голове поездки поездки и ну смотрите два старших аркана старший аркана мир колесница и пятерка пятерка кубков но дело в том что вы сейчас естественно вы в потерях вы что-то теряете сейчас ну какие-то потери несете по-любому может быть мысли о том чтоб уехать может быть у вас мысли о том чтобы раскрутиться открыть в интернете новую новый сайт или новую программу или начать как-то как-то крутиться в интернете зарабатывать в интернете но мы все знаем да монетизация в россии сейчас она закрыли да и многим может быть вы блогер да или может быть вы думаете о том что нужно как-то работать и может быть это сделать на других сайтах сейчас кстати вам предлагается контакт тоже да как бы тоже предлагает монетизацию и так далее то есть мы вы возможно может быть как-то думаете как не раз или может быть у вас уже был свой сайт или что-то вы работали в интернете и у вас были как его клиенты из-за границы до теперь нет такой возможности может быть вы как-то думаете как это сделать внутри страны ежда чтобы свои ко мне ко мне больше обращались да вот как-то со своими может быть и тогда может быть и так многие тут думают уезжать если вы уже собрались вы сто процентов уедете я тоже вам хочу сказать это тоже хорошо что вы уезжаете потому что вы сидите как на чемоданах и думаете стоит мне ехать или нет я вам говорю стоит потому что у вас мир идет вы для себя новое откройте вы для себя лучше откройте потому чтобы трогаться боитесь вы не знаете что впереди вам страшно а я вам говорю не бойтесь двигайтесь вперед вам нужно уезжать переезжать пусть это будет на время пусть это будет навсегда это не важно но вам надо двигаться потому что там где вы находитесь жить невозможно от слова совсем У вас там ничего не получается, ни жить, ни работать, ни замуж выйти, да, ни семью нормальную там создать и жить в семье, ничего, вас эта земля не держит, поэтому если у вас есть сомнения уезжать, уезжайте, как хотите, хотите продавайте, уезжайте, хотите закройте, уезжайте, хотите квартирантов пустите, пустите, закрывайте и уезжайте, неважно как, но вам двигаться вперед надо. Еще, сейчас для тех, кто сидит на месте, никуда ехать не собирается и очень сильно волнуется происходящим тем, что сейчас нас всех волнует, да, нас всех волнует, мы утром, у меня утро с новостей начинается, у меня первый раз в жизни, когда я новости по утрам смотрела, я утром в себя еще прийти не могу, понимаете, я должна выпить чашку кофе, принимать в ванну, а у меня утро начинается с новостей, понимаете, в 9 часов в 10 я уже больше спать. Не может, я уже или с телефона, у меня тут ватсап вместе с вайбером уже трещит по новостям, девочки мне тут передают новости, или я включаю у меня интернет, у меня телевизор, у меня все есть, я как-то эту базу новостей тут, понимаете, на пригоршне такая. Поэтому мы все волнуюсь от того, что сейчас происходит в мире. Так вот я вам хочу сказать, вот эти две карты очень хорошие, вот эти карты очень хорошие, ваша чуйка вас не подводит, вы чувствуете, что будет налажен мир. Я вам говорю 100%, да, будет налажен мир, потерпите немножко, потерпите немножко. Я уже пыталась на картах таро посмотреть, что происходит в мире, мне ничего карты не говорят, как будто, знаете, они мне говорят, не лезть тебе это знать не надо. Но у меня была в начале марта была одна женщина на консультации, часовая я ее смотрела, и она пришла мне с вопросами, и один вопрос был по поводу ее супруга, потому что она очень сильно волнуется, он сейчас как бы на войне. Человек он непростой, очень большой человек, и вопрос стоял так, когда он вернется. Мне карты четко сказали, в марте нет, вернется в апреле, и я сделал такие выводы, после этого всего я сделал выводы такие сама, что до конца марта будет то, что сейчас происходит, а в апреле месяце все разрешится хорошо, потому что это большой человек, он не имеет права все оставить и бежать, как говорится, с поля. Не имеет права просто так вернуться, он вернется в апреле, значит весь март нам еще нужно терпеть. Я не знаю, насколько это верно, мне так показали карты, по крайней мере ей так показали карты, а я сделала свои выводы, что это так, потому что карты мне не раскрывают. Всю ситуацию они не хотят мне говорить, я не знаю почему. Пыталась уже, они надо мной издеваются, карты все смеются со мной, правда мне не говорят, значит мне не надо знать, может быть они боятся, что я им там все расскажу вам. Поэтому здесь карта уже хорошая, о том, что все наладится. Еще знаете, вот смотрите, меня тут многие смотрят, те кто учатся, учатся за границей. И многие вы боитесь, что оставят или не оставят. Нет, дорогие мои, вас не оставят, вы уедете, у вас по-любому идет колесница. Поэтому те, кто за границей, меня смотрят. Вы вернетесь к себе на родину, у вас дорога. Дорога мирная, дорога хорошая. Не волнуйтесь, вы можете доучиваться у себя на родине. Ну, если такая возможность есть. Или может быть как-то, может быть вы будете зачисляться еще в какую-то другую очередь. То есть, в общем, как-то это можно будет урегулировать. Но там, где вы находитесь, не останетесь. Вы прям тоже как-то переживаете за это. Будет ли дорога? Да, будет. Но мне показывать будет. Хорошая дорога будет. Еще знаете, как я вам скажу, кто за границей учится, попросите как-нибудь, чтобы вас оставили. У вас есть все шансы по миру, у вас есть все шансы урегулировать этот вопрос и остаться. Но если вы будете молчать, и вы ничего делать не будете, вы уедете. Вернетесь на родину. Тут зависит все от вас, дипломатический подход. Подойдите и поговорите, чтобы вас не отчисляли. Так, ну что. Тема у нас, тема у нас такая. Нужны ли вы ему? Нужны ли вы ему? Смотрим. Нужны ли вы ему? Потрясающе. А что так, почему? Доступ закрыт? Почему? Ещё. Ещё, 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 ещё. Откройте мне. Ещё. Вот смотрите, вы загадали короля мечей. Мужчину жёсткого, холодного, принципиального, мощного, возможно, отношения, имеющие бумаги, документы, юриспруденция, погоны, милиции и так далее. Возможно, работает с металлом, работает там, где техника, электроника, компьютера, электричество или работает в медицине. С металлом говорила? Этот мужчина очень такой, яркий. Очень вспышка, молния. Показывает, напыщенный, показывает только то, что надо показывать. У самого скелета в шкафу миллион. Их он никогда не покажет. Но чужий скелет он видит всегда. И потом всегда пальцем тыкает. А ты вот такая, а ты вот такая, вот такая. Мужчина это ваш, мужчина судьба. Вы это знаете. Вы, скорее всего, возможно, сейчас с ним не общаетесь, не видитесь. И очень много с вами какого-то скрытного, тайного, недоговорённого. Он думает о том, что проявится только не сейчас. Только не сейчас. Потому что не до вас. Не до вас. Он в какой-то обороне тоже тут находится. В какой-то обороне. Как будто его судьба решается. Жизнь его решается. А вы можете подождать. Понимаете? А вы как будто можете подождать. Вы же на ментале друг друга прекрасно чувствуете. Вы же снитесь друг другу. Вы же знаете. Вы на расстоянии. На расстоянии друг друга чувствуете замечательно. Нужны ли вы ему? У него острый вопрос стоит с поездкой. Это поездка к кому? Это поездка к вам? Нет. Он куда-то собирается ехать. Куда-то, я не знаю, воевать, что ли, куда-то он едет, а? Потому что у него какие-то вопросы чёткие, жёсткие стоят вопросы. Может быть, разговор с кем-то. Он для себя принимает решение уехать, поехать, переместиться, поменять что-то, двигаться вперёд, взять всё в свои руки, решать сам, решать сам свою судьбу, повелевать ею и своими близкими. Но ему так это тяжело даётся. Это тот момент, когда ему не хочется, а надо сделать. Не хочется, а надо сделать. Борьба. Видите, борьба с ссора конфликт. Борьба с ссора конфликт. С кем у него борьба с ссора конфликт? С кем это у него борьба с ссора конфликт? Тут все на военных, что ли, загадали? Я не пойму. Почему у него голодно? А, всё, я поняла. Ему меньше тоже новостей надо смотреть с утра. В интернете видели, девочки, этот как его сбоку, когда в ленте показывают расслабляющие, там, расслабляющие музыка, ветра, расслабляющие. Я иногда включаю, знаете, помогает расслабиться. Это точно. Потому что так с ума можно сойти от этой всей информации. А это так, как будто, знаешь, выпадаешь из времени на часик-на-два, и нормально так. Это типа помедитировала так, знаешь. А потом можно опять в жизнь входить. У меня такое ощущение, что здесь человек тоже, он тоже просто ищет. Куда ему выпасть-то уже? В какой осадок уже выпасть? Где уже набраться-то? Музыки ветра? В какую там позу лотуса сесть уже, чтобы выпасть хотя бы на время? Ой, господи, я со всем этим браслет забыл одеть. Я чокнула. Я же браслет забыл одеть. Ой, Галину же мне браслет подарила. Господи. За всеми этими новостями. Это же Пентакли сюда одел. Уже смотрите, какая красота. Все. Да. Ну, страхов у него полно, конечно. Боится, переживает много. Мы сейчас все переживаем, понимаете? Весь мир переживает. Что тут говорить-то? Ладно, все. Так, я хочу знать только про вас. Почему я смотрю на вас, выходит тут тема другая. Почему мне это показывают, я не пойму. Это значит, о чем говори? Это говорит, что вы у него не в голове, что ли, а? Да, в голове. Отлично. Императрица в голове. Его любимая женщина. С кем он хочет поговорить? Может быть, тоже он к вам хочет приехать. Смотрите, как. Значит, первый он держит в голове новости, да? А второй это вас, он держит в голове. К вам он хочет приехать. С вами хочет вопросы разрешить. Это вы его головная боль. Это вы его ссора вечная, понимаете? Вечная конфликтная женщина, которая выясняет с ним отношения, которая никак, да, все не может его как бы прогнуть, наклонить. Да. А он не все не склоняется. А не склоняется здесь опять. Есть здесь много причин. Первая причина. Возможно, мужчина много работает, зарабатывает деньги. Может быть, он женатый. Может быть, он с любовницей. Может быть, у мужчины сейчас его семья, его бизнес, его работа. Все-все его. Это на первом месте. Он это сейчас боится потерять. У него сейчас вот это вот головная боль. И вы еще головная боль. А вы еще ни в какую, прям тоже, знаете, не примириться, не прийти, вообще никак не собираетесь. Да. Причем вы для него ценная женщина, понимаете? Не просто так. Вчера пришла, может сегодня уйти, и все нормально. Нет. Вы для него ценная женщина. Что, дама Пентакливая? Это что, у нас женщина, не дам Пентакливой, господи, императарица, что при Тузе Пентакливой, у нас что, такая женщина на улице где-то валяется, что ли? Нет. Такая у нас женщина валяется на диване. Да. Возможно, кстати, вы его еще или супруга, или он хотел бы, чтобы вы были его супругой, потому что, посмотри, какие карты тут идут. Тут и, как бы, Фемида с Ерофантом, тут, как бы, не забалуешь. Вы-то ему прям обозначаете, что со мной только серьезно. На просто так, шаляй-валяй, уже не получится. И он это прекрасно понимает. Но он не видит вас, девочку, с которой можно просто так, шалтай-болтай, а потом до свидания. Нет. Но он слишком, вы знаете, вы для него ценная женщина. Императрица в статусе? Ну да. Видите, переворачивается. Вы его практически семья. И не важно, есть штамп в паспорте, нет штампа в паспорте. Это вообще уже не важно даже. Конечно, он вас сто лет уже знает. Он вас сто лет уже знает. Может быть, даже у вас и дети есть общие. Это еще больше привязывает. Конечно. Конечно. Уже вспоминает, как вы раньше держали взаимосвязь с этим человеком. Вы же как друг друга дополняли. Он же все помнит. Да, теперь все. А теперь нет. А теперь-то нет. И тут гляди на вас, не гляди на вас. От вас вообще ноль реакции. Вы тут как бы сами на своей волне. Да. А вы так и считаете. А ты не хочешь со мной? Как бы, да, по-хорошему. Ну, значит, будет никак. А что ты думал? Я тут перед тобой тут в пляс, что ли, пойду? Сейчас. Я разбежалась. Ко мне нужно двигаться, милый. Конечно. Ко мне двигаться надо. А он только работает, работает и работает. Сам по себе работает. Ну, вы так и думаете. Ну, работай дальше. А что, я тебе что-то говорю, что ли? Работай дальше. Только меня не трогай. Ага. И я тебя трогать не буду. И мне уже все равно. Для тебя я императрица. Важная, неважная. Уже просто оставь меня в покое. Забудь уже, как меня зовут уже. Слава богу. И все. Да. А вы так и представляете. Яна, он манипулирует. И я знаю прекрасно. Так оно и есть, девочки. Он даже своей тишиной манипулирует. Вы представляете? Даже то, что он молчит, это такая некая манипуляция с его стороны. И вы это знаете прекрасно. Прекрасно вы это знаете. Поэтому вы как танк. Спокойная такая. Все. У меня своя дорога. Танки грязи не боятся. Я поехала. У меня тут своя зеленая дорога. У меня зеленый тут уже свет горит. Че он там, там думает? Меня вообще не интересует. Угу. Ага. Я тоже, когда буду говорить, девочки, он вас любит, без вас не может. Вы уже так, да, да, Яна, ага. Это уж как, в какой серии солнце мое, там, в Санта-Барбаре, ты как уже, в какой серии ты мне тоже говоришь-то, милая? Ну, а че делать, девочки? Он такой манипулятор. И шо я могу сказать тут? Он такой манипулятор, понимаете? Он так чувствами играется. Даже не играется, манипулирует. Вот у меня сейчас такой вопрос к нему, сразу наболевший. Причем он уже так заигрался в эти манипуляции, что даже выхода не видит уже сам. Это как бриллиантовая рука, помните? Миронов, когда в тупик пришел, уже наверх так смотрит. Выход только сверху. Вот здесь то же самое. Он с этими игрульками уже в отношениях так уже забаркадировался, что бедный уже только вверх уже смотришь, и выход только там. Он че, от своих? Давайте просто вопрос, да? Он что, от своих манипуляций так кайфуют, что ли? А они его заводят, что ли? Еще. Ой-ой-ой. Конечно. Сейчас объясню. Конечно. Уже результата бедный ждет. Он же страсть свою так хочет проявить. Он же так хочет показать, что он для тебя такой мужчина на первом месте. Детка, как ты можешь кого-то себе еще найти? Посмотри, какой я красавчик. Посмотри, как... Девочки, если вы его увидите подкачанного, накачанного, побритого, чистенького, такого просто... Такого тоже персика сладкого. Девочки, это все для вас. Вот этот персик такой побритый, начищенный, он тоже для вас, потому что он бедный старается. Наверное, дома гантели взял, уже крутит эти гантели. Спортзал-то закрытый. Он эти гантели бегает, наверное, ходит, худит. Это все для вас сделано. Почему? Он хочет для вас быть ярким. Он хочет для вас быть сексапильным. Таким мужчиной, чтобы, знаете, вот вы просто после него ни на кого уже смотреть просто не могли, да? Вот до такой степени. Чтобы вы его хотели, потому что он сам ходячий, сексуальный такой компонент, да? А вы такая императрица, тоже такая сочная, вкусная, просто персик ароматный, что просто он без вас жить не может. А это все, конечно, манипуляция с его стороны, и поэтому он ждет результат. От вас результата, как от козы молока, понимаете? Никакого результата от вас нету. Потому что, понимаешь ли, там, где он ходил под стол, вы уже МГИМО преподавали, понимаете? Все эти схемы и манипуляции просто. Над кем он решил там поманипулировать? Вы тоже так чешите голову, думаете, да сейчас разбежался. Долго он вообще думал, а? Стратег мой хренов. Долго он вообще думал, что он так будет манипулировать, а? Но вот так вот он все, что-то вот в голову ему пришлось. Наверное, так. Потому что очень сильно вас хочет. Очень сильно вас хочет. Добиться не может. Вот и мается, и мучается. Результата ждет. Уже сколько этих манипуляций было? Боже ты мой. Ой, ты господи, а? И ты во сне уже ему и снитесь. Он уже думает, бедный, может быть, магию на нее сделать, а? Может быть, приворот на нее сделать, а? Венчальный. Кладбищенский приворот. Может быть, по... Девочки, я не удивлюсь, если он гадает уже на вас. Может быть, он уже сам научился гадать. Карты Таро купил их и сам гадает на вас. У него тут, понимаете, луна в голове. Луна в голове, вы понимаете? Да, темнота там такая. Сумерки вечные. И вот он думает, что я делаю не так, а? У меня же схема всегда со всеми срабатывала-то. Ну, со всеми-то срабатывала. А что с это-то не срабатывает? Блин, какой она крепкий орешек. Почему мне не получается сломать ее психику, подавить, наклонить так, как я хочу сказать? Детка, ты моя. Вот ни в какую она упирается, не получается. Да что такое? Он как этот алхимик, знаете, раньше показывали. В фильмах такой старичок, алхимик. Там у него что-то в бутылках, как в виде пара выходит. Тут он книжки читает. Это, наверное, точно так же. А похож, да? Смотрите. Что-то такое есть, как будто. Ну, вот на голове у него вот такая вот шапка. Что-то такое от алхимика. Ну, в общем, Лесси. Здесь, знаете, какой момент есть? Человек что-то побаивается, да? Побаивается, что почему не получается? Он же все правильно сделал. У него же манипуляции правильно. Он же там стратег. Ой, ты что, там Наполеон уже знает, как ход конем варит в мат там и все. И понимаешь ли, как на шахматной доске. Чего с ней-то у меня не получается? Да, вот видите. Почему, почему она ушла? Ну, почему она ушла? Почему, почему я ее теряю? Со всеми же проходила. Вот эта схема у меня со всеми проходила. И все на меня вешались. А с ней, блин, вот не приходит, не проходит. Вот, ну, никак и все. Ну, тут, что я так не сделала? Он бедно читает, наверное, книжку алхимика. Так, какой там состав? Травки такой бросил. Збийной кожи добавил. Сим ся ля бим сказал. Блин, ну, что не получается? А, что она ко мне не идет? Я не могу. А вы знаете, что интересно? Ну, другие девицы, наверное, ему пишут, наверное, там, Васенька, здравствуй, как дела? Они там написывают. Ну, приходи сегодня, я такие блинчики напекла, Васенька. Ой, на блиницу, наверное, звали его, наверное, не попади. А он, ой, нет, нет, у меня сегодня вечером будет болеть голова, я не могу. Да. А потом думает, блин, ну, вот эти зовут же на блины. А это что меня на блины-то не позовет? Блины, что ли, печь не может? Или я действительно что-то не то делаю? Да, а вы такая черная кошка в темной комнате, хрен вас поймаешь. Вы такая еще, знаете, он тут жезл держит, и вы такая в другой руке жезл держите. Типа, да-да, ты меня со своими телками вообще не сравнивай. Я императрица, я статусная, я не то что блины, дорогой мой. Я осетинские пироги печь умею, а ты мне о чем вообще говоришь? Ой, не могу. Ну, что делать? Не мы такие, как говорится, жизнь такая, мужики такие, видите? Без манипуляций же никак. Зачем ему манипуляться над вами? Зачем, зачем, зачем? Зачем ему манипуляться над вами? А, чтобы вы не были вот такой жесткой и холодной. Вы же его острым колким языком встречаете. Да, да, чтобы вы сразу... Здравствуй, дорогой, я так соскучилась, я тебя так люблю, без тебя не могу, ты мой хороший. Дай поцелуемся, понимаете? Понимаете, как-то так, девочки, серьезно. Вот он так хочет, вот прям, как я сказала, он так и хочет. Ну, давай поцелуемся, ну, давай обнимемся. Ты мой родненький, Васенька. Ой, как же я соскучилась. А вы его так с этим, как его, встречаете с мечом. Нет, не с мечом, с половником вот этим, девочки. С СССРовским, раритетным половником, наверное, встречаете его. Ой, вот для чего манипуляция. А без них никак, да? А прийти сказать, милая, прости. Давай начнем все заново. Я тебя люблю. Нет, не можем. Как же, мы же марку держим. А вот давай спросим. А что, он не может просто прийти, поговорить, сказать, ну, прости, я дураком был, да? Ну, вот я ослом был, да? Вот я себя вел некрасиво. Ну, прости меня, как женщина, да? Все равно я тебя люблю. Я, вот я говорю, сто процентов, все женщины простят. Если мужчина придет, если он вот такой вот скажет, женщина любая простит. Вот я говорю, серьезно. Та же половина из женщин из этих еще слезу пустят. Вот я говорю, серьезно. Если он так вот прямо от души будет просить прощения, вот про, про... Женщина та же плакать будет, если рядом будет сидеть и плакать, слушать. Серьезно. Давайте спросим, мне самое просто интересное. Почему не приходит, не просит прощения, да? Не сознается. Еще. Ой, ой ты, господи, ну, что, ну, дурак, ну. Ну, дурак, девочки, дурак. Дурак, у которого есть масса комплексов. Комплексов с детства, понимаете? Комплексов с детства, который до его мозгов не доходит, что можно сделать так. Понимаете? Вот тоже, если он, например, у меня совета спросил бы, какой, например, психологу пришел бы, и ко мне вот так пришел бы, и сказала, Яна, вот помоги. Я вам сказала, сделай вот так, она тебе через 10 минут, все, она у тебя на плече будет плакать, и она тебе, считай, уже просила. Он скажет, да? А что, так можно было? А что, так можно было? Да, конечно, можно. Господи, женщина, это то самое эмоциональное существо. Бери ее на эмоции. Скажи ей то, что она хочет услышать. Ей нужно услышать приятное от тебя. Включи вот эту свою искренность мужскую, откройся ей. Все, она будет плакать, она тебя простит, она тебе все равно скажет, что она тебя любит. Без тебя не может, Васенька. Ой, ты ж паразит, ты же мне всю душу вымотал. Я ж тебя все равно люблю, не паршивца такого. Это вот такая будет, понимаете, картина. Картина маслом. Поэтому тут, ну, нету у него, нету, нету. Вот, блин, че я не мужик, а? Вот был бы я мужик. Меня всегда прощали бы. Не, ну, по крайней мере, я бы так не издевалась бы, конечно, над женщиной. Женщину еще и уважать, естественно, надо, да? Женщина же не просто так, да? Она с тобой, там, если она есть, значит, от тебя что-то надо. Если она тебя выбрала, значит, она тебя увидела в тебе самое лучшее, правильно? Чего мужчины этого понять не могут? Я не знаю. Почему так поставлено, что женщина как будто обязана всегда мужчине? Где это так поставлено? Да ничего никто никому не обязан. Все, женщина тебя выбрала, значит, ты ее мужчина. Значит, будь с ней и будь, пожалуйста, по-человечески нормальным. Так, вопрос с ребром. Хватит уже, сюси-муси. Вы ему нужны или нет? Да. Да. А че он так, хотел кое-что сказать, не культурное. Че он так выеживается, а? Да-да, если вы ему нужны. Это от манипуляции, я поняла. А кроме манипуляции еще что? Че он так выеживается? А-а-а. А еще? Отлично. А еще? А еще, еще, еще. Ой, господи, дай бог мне терпения, а. А знаете, че он так выеживается? А дело в том, что вы крутая. Вы ему уже показали, не знаю как, что я могу и без тебя. Вот это больше всего его и раздражает. Он хочет, что вы можете без него. А он хочет, чтобы вы без него не могли вообще жить. А вы ему как будто показываете, ты не первый, ты не последний, ты вообще никто в моей жизни. Я самая лучшая, я преуспевающая, хорошо стою на ногах. Если мне нужен муж, мне нужен муж, если я его найду и без тебя. Если мне что-то нужно, я сама этого добьюсь и без тебя. Ты вообще мне как бы тоже и не нужен. Вы понимаете, вот это больше всего его и бесит. Вы как будто сто процентов считаете, что он никуда не денется, опять появится. Дай-ка я буду дальше еще из него, да, как бы в веревке вить. Как будто вы ему простить что-то не можете, да. И еще вы ему всегда показываете, доказываете, что вы самая лучшая из всех тех женщин, которые у него были в жизни. И даже та, которая может быть рядом с ним. Что та, которая с ним, это просто как болотное чмо. А вы женщина с большой буквы, красивая, яркая, мощная, что в вас есть самое лучшее. Вот если она тебе блины только печет, а я могу еще и осетинский пирог испечь. Вот делай разницу, милый мой. С ней ты будешь покупать покупной осетинский пирог. А со мной нет. За час-два он будет готов. Вы понимаете, девочки, вы понимаете, осетинский пирог, это как утрированно, я говорю, как пример. Чтобы вы понимали, вот как вы себя ощущаете. Как вы, как будто ему это показываете все. А он это принимает, он так это принимает, вот как я вам говорю. В этой женщине, в этой женщине, которой нельзя не хитрить, обманывать, не манипулировать, не издеваться, не вообще не изменять. Вот другим женщинам можно, а вам нельзя. От этого он порой бесится, потому что с вами сложно в этом плане. Вы такая, знаете, как в этом, в бутырке и в следственном отделе, когда там в комнате такой садится, один прожектор и стул. И следует, следует, нет, это не, ну, может быть и там, я не знаю. Но в американских фильмах точно, когда там прожектор на лицо вот так ставят, его с завязанными руками, и там его, в общем, как, типа, допрос ведут. Вот вы точно так же, понимаете, вот вы как прожектор, ваши глаза это прожектор, вы как один раз на него посмотрите, и он уже бедный, он или краснеет, или потеет, или заикаться начинается от того, что вы как рентген просто, понимаете, как удав на кролика смотрите и думаете, ну, паразит, вот обмани меня сейчас только, я же тебя сожру с потрохами, с твоими ушками зайчими. Все, все, он уже у него, понимаете, как зайчик трясется вот так у него, вот у него так все холотится там, понимаете, от страха-то. Потому что, когда он другим бабам врет, ну, там лопушки такие, они да, да, верят. Ну, есть же такие, которые такие, они прямолинейные, они там верят, но они такой девственный мозг, понимаете, их мужики ни разу не обманывали, такой девственный мозг. И вот, когда он там что-то лапшу вешает, она да, 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 а вы такая, типа, да, я калач битый. Давай, давай, что ты там, с кем ты был? Ах, ты в гаражах был? Да ты что? Ага, в 2 часа ночи. Да, да, давай, давай, давай. Ага, еще что? Не договорил еще? Ну, давай, договори сейчас, я тут тоже здесь так договорю сейчас тебе, я тут договорю сейчас. Как бы, давай, давай. Вы понимаете, это как-то вот так вот выглядит. Поэтому он бедный краснеет, потеет, у него тот инфаркт Микарда может сразу с вот таким рубцом образоваться. Поэтому вообще к вас боится, девочки. Что вам делать в таком случае? То, что вы ему нужны, это 100%, но он у вас боится. Знаете, вы как это, заминированное поле. Куда он так не шагнет, там может взорваться. Это вы, понимаете? Как ему ходить, он даже сам уже не знает от страху, бедный. Вам совет. Башня. Башня. Девочки, но тут хоть башня не башня, все равно все будет как бы... Да, в Багдаде все спокойно. После башни, понимаете? В Багдаде все спокойно. Тут, но все равно он вас любит. Ну, хоть тресни. Хоть устраивай сто раз ему башню. Хоть в реанимацию его отправь, понимаете? Вот без разницы. Он все равно вас сможет. И это еще будет тянуться. Но то, что у вас кризис в отношениях, это 100%, я вам говорю. 100%. Все, кто смотрит этот расклад. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А самое главное, не забывайте. Вы должны быть счастливы. Вы просто обязаны. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok